Приветствую всех металлистов на моем канале. В данном выпуске я открываю новую рубрику истории, в которой буду рассказывать о различных группах, их достижениях, провалах и прочих метаморфозах, случившихся за время творческой деятельности. Один подобный выпуск у меня есть о группе Арченами, а сегодня я хочу рассказать о датской команде Мерсенари. Группа сформировалась еще в 1991 году в Дании в городе Ольберг. Состояла она из вокалиста и басиста Хенрика Андерсона под псевдонимом Крал, якобы Мельберга, он же был основным автором музыки группы, Расмус Якобсен и Никола Бринкман. Таковым был первый состав Мерсенари и с ним они пришли к дебютному альбому First Breeze, который вышел в 1998 году. И первое дыхание было довольно глубоким. Дебют претендовал на место в ряду именитых мелодик Детстеров, таких как Duck Tranquility и Inflame с Арченами. Датская группа показала шведам, что не собирается пасти задних. Данный релиз выделяла брутальность в миксе с мелодикой, это как первые альбомы Арченами, мелодичные и в то же время тяжелые с хорошим акцентом на низкогитарный рифинг. Вот так вот выглядела обложка данного релиза. Довольно схожа с многими Death Metal группами, особенно логотип. Тогда да и сейчас модно делать названия из всяких корневищ и прочих остроконечных малочитабельных сплетений, которые подчеркивают экстремальность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Альбом слушается замечательно, для дебюта на который определенно стоило обратить внимание самое оно. Экспрессии и релиза добавляют великолепный, так сказать, членораздельный Гроул Кралла. Конечно, по мелодике материал пока не мог обойти тех же Inflames и Арченами, но все сюрпризы группа преподнесет позже. На следующем альбоме Ever Black, появившемся четыре года спустя, произошли некоторые изменения в составе и в группе появились два очень важных человека, которые определили новую веху в развитии Мерсенари. Якоб Мюльберг взял в команду братьев Миккела и Мортема Сандагеров. Первый – это вокалист, второй – клавишник. Исходя из этого, ясно было, что группа берет курс на расширение своих музыкальных горизонтов. Миккель Сандагер – отличный вокалист, берущий просто запредельные ноты, и не менее отличный скример, один из самых выдающихся голосов в андеграунде. За Гроул по-прежнему отвечал Кралл, кстати, его я также считаю одним из лучших гроулеров. Да, у меня весьма возвышенные оценки в отношении этих людей. С таким составом можно было свернуть горы, оставалось полагаться только на сочинительский талант Мюльберга. И он не разочаровал. Группа, которую особо никто не рекламировал, не пестрили журналы их фотографиями, и интервью записала очень яркий альбом. Почувствуйте разницу между дебютом и вторым релизом Ever Black. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мерсенари не остановились на успехе Ever Black и продолжили развиваться. Через два года они достигли вершины композиторского и исполнительского искусства, записав альбом, который я всегда буду считать одним из лучших в экстремальном мелодичном металле. Уверен, далеко не все поклонники Melodic Death знают об этой группе. Но если взять Archen, Inflames, Duck Tranquility и Mercenary, то Dachan я лично ставлю на первое место. Альбом назывался Eleon Dreams. Разница между всем, что было до него, просто разительная. Великолепная музыка и невероятное по своей красоте многоголосие. Вы нигде не найдете сочетание голосов в таком широченном диапазоне. Палитра эмоций просто зашкаливала, здесь все, от отчаяния до сокрушительной злобы. 11 композиций, 11 снов. Начиная со вступительной Into the Sea of Dark Desires, задающей мрачное настроение всему альбому и переходящей в организирующую World Hate Center. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Затем удивительную в своем драматизме Sharp in the Ages, где Микел Сандагер в который раз восхищает своим высоким голосом. Субтитры создавал DimaTorzok Просто ураганная The Falling, которая постепенно скрывается в глубинах бездны, и не менее ударная Supremacy to Zero, где ритм секции в этих двух темах поражает своей изобретательностью, многослойностью и тяжестью. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эпичная и многогранная Fire Soul, в которой в качестве гостевой вокалистки отметилась Моника Петерсон, бывшая вокалистка группы «Сирения». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оформлял альбом Николас Сундин из Дак Транквилити. Отличная обложка, мне кажется, идеально отражающая настроение музыки и название альбома. Что-то такое сюрреалистичное, действительно из сновидений. Со следующего релиза начались неприятные новости. По личным причинам группу покинул Крал. Я был, мягко говоря, разочарован. Сложно представить Мерсенари без его Гроула. Возникли сомнения в качестве альбома The House, The Tremains 2006 года. Все вокальные партии, в том числе экстремальные, пришлось исполнить Миккилу Сандагеру. Крал придавал звучанию группы брутальности, и я боялся, что она утратит эту черту. Что же, чистых вокальных партий здесь уже поболее, но и со скримом Миккил справился на отлично. Да и музыка якобы Мюльберга, как обычно, превосходна. Субтитры делал DimaTorzok В качестве гостевых вокалистов здесь также отметились Бьерн Спидстрит из Soilwork и Маркус Бишоп из Heaven Shall Burn. Также нельзя не заметить, что в музыке появились проговые влияния. Не исключено, что это была инициатива продюсера Якоба Хансена, который, в общем-то, и играет прогметал. Несмотря на все сомнения, группе не просто удалось не упасть, а они снова записали очень сильный альбом. Чего только стоят эпичные Lost Reality и The House That Remains. Я не буду в данном случае зацикливаться на понятии Melodic Death. Для этого музыка Мерсенари стала слишком разносторонней, чтобы вмещаться в рамки одного направления. Факт остается фактом. Они продолжили сочинять великолепную музыку. Продолжение следует... Продолжение следует... К записи следующего альбома в группу взяли басиста и гроулера Рене Педерсена, который заменил Кралла. И я рассчитывал на утяжеление материала, но ошибся. Альбом продолжил линию своего предшественника и даже стал еще легковеснее. Не целиком, но взрывных композиций стало меньше. Пусть данный факт действительно разочаровывает временами, но скажу вам такую вещь. Я оцениваю альбомы по самой музыке, а не отступничеству группы. Альбом Architecture of Life 2008 года звучит легче, но талант музыкантов сочинять запоминающиеся композиции перекрывает все это. Здесь уже высококлассный прог-модерн-метал, все же не лишенный дез-метал составляющей. Были недовольства среди поклонников, которые считали, что группа попсела. Я категорически не согласен, даже такие мажорные темы, как Embrace the Nothing и Isolation настолько цепляют, что первоначальное разочарование быстро рассеивается. Продолжение следует... С критикой, что чистый голос доминирует почти во всем альбоме, я в какой-то мере согласен. Но хочу сделать еще одно замечание. Лично я бы предпочел целиком чистоголосые альбомы в Arch Enemy вместо Анжелы Госсу. Лучше отличный высокий вокал, чем отвратительный Гроул. Конечно, к Мерсенария это не относится, но это так, мысли вслух. Кто бы что ни говорил, но музыка группы по-прежнему оставалась притягательной и неповторимой. Ну что же, как это нередко бывает, все хорошее когда-нибудь заканчивается. После записи Architecture of Lies группа рассталась с братьями Сандаггерами. Причем ушли они не по собственному желанию, их, как говорится, ушли. Что-то у ребят не срослось в плане музыкального будущего группы. Якоб Мельберг принял очень радикальное решение, которое могло разрушить группу. Не в плане того, что она могла распасться, а разрушить тот музыкальный небоскреб, что они создали. И возведение которого Сандаггеры сыграли далеко не последнюю роль. Похоже, что расставание было настолько скандальным или болезненным, что группа решила избавиться от логотипа обновленного с приходом именно Миккела и Мортема. И сопровождавшего все альбомы, в записи которых они участвовали. То есть, чтобы ничего о них не напоминало. На обложке Metamorphosis название Mercenary написано уже иначе. Ну что же, попробую предположить, что разногласия были связаны с тем, что братья Сандаггеры тянули группу в бездну мелодики и опопсения. Но тогда новый альбом должен стать доказательством этого и звучать намного тяжелее. Якоб Мельберг не скупился на заявке, что новый релиз всех взорвет, но произошел не взрыв, а такой маленький бздык. Когда альбом отзвучал, я не смог определить, в чем же были разногласия между музыкантами, так как новый альбом получился, как мне показалось, еще мажорнее своего предшественника. Восторгов он не вызывал аж ни капли. Единственное, что неожиданно порадовало, то, что Рене Педерсон не только гроулит, но и умеет очень достойно петь частиком. Но сравниться с Миккелом Сандагером нереально. Как итог, Mercenary целиком утратили свою индивидуальность. И перестали выделяться среди сотен похожих команд. Это был самый слабый альбом, недостаточно остроты и массивности в гитарном саунде. То, что планировалось компенсировать после Architect of Lies, не просто не воплотилось в жизнь, а вовсе пошло по пути регресса. Даже некоторые пауэр-метал-группы звучат мощнее. Послушав релиз, я начал было думать, что Сандагеры все же принимали участие в сочинении музыки тоже. Потому что уровень материала после их изгнания, ну уж очень сильно упал. Продолжение следует... Velvet Lies Velvet Lies И последний на данный момент альбом вышел в 2013 году. Группа движется по нисходящей. Through Our Darkest Days еще хуже, чем Metamorphosis. Такое впечатление, что Якоб Мюльберг разучился писать музыку. Все стало до банальности просто и неоригинально. Тут и в пример привести нечего. Конечно, такие альбомы, которые были записаны с 2002 по 2008 год, мы уже не услышим от Mercenary. А также очень жаль, что Миккель Сандагер так и остался не у дел. Он записывался как гостевой вокалист у некоторых музыкантов в отдельных песнях. И, в общем-то, на этом все. Но, кроме того, я помню, что планировалась группа Fire Soul. И, если я не ошибаюсь, по-моему, помимо Сандагера, в ней должен был участвовать бывший гроулер Mercenary, Крал. Я очень ждал новостей от этой группы. Был даже трейлер на YouTube, я помню, гласящий, что в скором времени мы услышим дебютный альбом новой группы. Но, по-моему, все так и заглохло. Несмотря на такой упадок, я продолжаю следить за творчеством Mercenary. Но на официальном сайте все новости застыли на 2016 году. Готовят ли они что-то новое, жива ли группа вообще, я не знаю. Прошло 4 года после прошлого релиза. И, в общем-то, пора бы что-то новенькое сделать. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если находите его интересным. И до следующего обзора. Субтитры создавал DimaTorzok